В Верхней Волжье будет создано Министерство культуры Тверской области. О таком решении сообщили на очередном заседании регионального правительства. Во время рассмотрения исполнения нас проекта «Культура». Тему продолжит Наталья Чекет. Ранее сферой культуры в регионе занимался соответствующий комитет. По мнению региональных властей, новое министерство позволит провести реорганизацию отрасли, а также сформировать новый кадровый состав, что в свою очередь даст возможность выйти на другой уровень культурной жизни в регионе. Первое, как минимум, это подчеркнуть значимость и создание полноценного органа, который будет заниматься нормативно-правовым регулированием, формированием государственной политики, реализацией государственной политики на территории Тверского региона с учетом национальных целей и проектов, которые поставлены президентом Российской Федерации. С 2019 года Тверская область участвует в национальном проекте «Культура», по которому проводится ремонт домов культуры, театров, закупается оборудование для школ искусств, проводятся различные мероприятия. Сейчас в числе важных направлений проекта — развитие культурно-образовательных и музейных пространств Верхней Волжи, реставрация и создание ряда новых объектов. Среди тех, чье появление планируется в ближайший год-два, парк «Воксал», музей живописи Валентина Сидорова, музей льна в Ржеве. Предполагается создать музей, посвященный Спасо-Преображенскому собору в Твери, где в одной экспозиции будут собраны исторические материалы и предметы, обнаруженные в ходе раскопок при восстановлении храма. Собор и музей — это то, что не написано формально в церковных уставах и в церковном служении. Это люди, это события, которые происходили вокруг собора, связанные с собором. Я думаю, это будет очень интересно и для подрастающего поколения, особенно для тех, кто увлекается историей Тверской истории России, истории Тверской области. В ближайшее время в духовной сфере ожидается важное событие, приуроченное к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. В частности, размещение Корсунской иконы Божьей Матери в Корсунско-Богородицком соборе в Торопце, на родине матери князя. Поскольку с Торопцем связано венчание, венчание князя, понятно, что всё это сакральная история и сакральный смысл самой этой иконы для всех жителей Тверской области, для всего региона, конечно, не нуждается ни в каких выяснениях. Да и для всей Русской Православной Церкви. Глава региона поставил задачу реализовать флагманские культурные проекты во всех районах Верхней Волжи. Предполагается, что в 2024 году посещаемость организации культуры должна вырасти более чем на 1 миллион человек и составить свыше 8 миллионов жителей и гостей региона в год. Продолжение следует...